В эфире программа 7 минут. Здравствуйте. В гостях у меня сегодня Ирина Еремина, косметолог и визажист. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. В первую очередь, весна на дворе, всем хочется быть красивыми, как никогда. Что вы можете посоветовать женщинам нашим, чтобы сиять и всех восхищать? Самое главное для женщины – это хорошо выспаться, прийти на работу или встретить домашних с утра. И чтобы быть в хорошем настроении, естественно, у вас должна быть хорошая кожа. Для этого вы не должны принимать очень много усилий. Достаточно только утром встать, нанести дневной крем, вечером нанести вечерний крем и обязательно поход к косметологу. Это очень важно, потому что ваша кожа все равно требует обязательно внимания. Вы можете провести курс массажа. Курс массажа делается раз или через день, 10 дней подряд или раз в неделю, в зависимости от вашего свободного времени. Массаж как улучшает тургер кожи, так же и поднимает ваше общее состояние и ваше настроение. В салоне красоты вам могут предложить крем, маски, пилинги, все, чем вы можете пользоваться в домашних условиях. Естественно, проведут вам рекомендации правильные по уходу. Ну вот весна – это, конечно, прекрасное время года, да. Но, тем не менее, после зимы все мы немножечко чувствуем, наверное, как-то себя обессиленными, да, кожа, волосы, ногти тоже страдают. Вот в это время года нужен какой-то специальный уход? Для этого в салоне предусмотрены определенные процедуры. Сейчас уже нужно переставать пользоваться химическими пилингами, хотя это очень хорошая процедура, но в зимнее время. И переходить уже на более легкие увлажняющие питательные процедуры, такие как коллагеновые листы. У нас есть новая процедура микродермообразия. Она хороша тем, что шлифует верхний слой кожи как на лице, так и на руках. Процедура незаменима для женщин, которые еще хотят позаботиться о состоянии кожи своих рук. И, естественно, нужно не забывать о глазах, потому что глаза – это зеркало души, и обязательно мы должны за ними ухаживать, пользоваться специальными масками. У нас существует такое красивое, необычное название, как пэтчи вокруг глаз. Они наносятся утром, и очень хорошее действие оказывают на кожу вокруг глаз. Ирина, но все-таки не каждая женщина, не всегда есть время, в конце концов, чтобы просто его найти, пойти в салон. Вот дома как-то профессионально можно ухаживать за собой? То есть маски какие-то, которые дома можно использовать? Да, дома, во-первых, вы можете сделать себе самомассаж. Самомассаж – это в течение пяти минут по правильным, по круговым движениям линии вы должны делать щепковые движения. Пять минут – этого достаточно. Потом вы можете нанести маску. Маски бывают различные, бывают питательные, бывают освежающие. Это уже в зависимости от вашего типа кожи, от вашего настроения, от вашего желания, куда вы сегодня пойдете. Может быть, вы захотите осветлить кожу, значит, делаете масочку осветляющую. Сейчас много, наверное, на всяких сайтах, да, в интернете предложений, что вот домашние маски, делайте домашние маски. То есть открыли холодильник, взяли все, что там лежит, смешали, намазали, да, и обещают нам, что мы будем красивыми. Вот что вы по этому поводу думаете? Самое лучшее, вот чем я могу пользоваться максимально – это кусочек льда, которым вы протираете кожу утром. Все остальное – огурчики порезанные и так далее – я думаю, что это ушло в далекое прошлое. Поэтому, конечно, и легче, и лучше доверяться тем фармацевтическим компаниям, которые производят специальные маски. И я думаю, что если вы будете ими пользоваться, у вас не возникнет никаких неприятных ощущений, каких-то аллергических реакций. Потому что, как зачастую бывает, что если вы сделали домашнюю маску, допустим, клубничную, то, скорее всего, у вас будет аллергия. И вы будете… вы не сможете пойти на работу, вы не сможете выглядеть хорошо, да, какое-то время. Но ведь на косметику тоже может быть аллергия. Как вот правильно подобрать, как правильно выбрать именно то, что будет подходить? Конечно, нужно определиться на косметологе, которому вы ходите, которому вы уже доверяете. Все это проходит со временем, и вы там пользуетесь уже и пробуете все те средства, которым вам предлагают. И уже дома, в домашних условиях, со спокойной душой эти средства продолжаете использовать на себе. То есть, если я вот прихожу к косметологу, мне не только делают то, зачем я пришла, но еще и посоветуют. Обязательно. Как жить дальше, как пользоваться чем дальше? Обязательно. Достаточно зайти хотя бы, если вот вы первый раз приходите в салон, хотя бы на какую-то минимальную процедуру, допустим, коррекции бровей. Когда в течение 15 минут вы лежите расслабленно на кушетке, вам делают процедуры, и вы можете задавать все интересующие вас вопросы. Потому что расслабленное, спокойное состояние, беседа между косметологом и вами гораздо больше сделает вам, ну, как-то приятных положительных эмоций, и настроение у вас поднимется, и вы уже сможете сделать правильный выбор. Ирина, скажите, пожалуйста, а вот что, какие факторы, они самые вредные для нашей кожи? Конечно, нельзя курение. Очень опасно курение. Принятие алкоголя для кожи. И если вы очень много пользуетесь солярием, то солярий, солнце, в общем-то, нельзя переусердствовать. То есть пользоваться все-таки можно солярием? Все нужно делать в меру, да, обязательно. Солярий вы должны ходить, ну, под наблюдением мастера, который вами занимается, и обязательно пользоваться средствами защищающими. Очень хорошо в этом плане помогает после солярия уже тональный крем. Он, значит, обладает двумя действиями. Как защищает кожу от внешнего воздействия окружающей среды, так и маскирует все ваши какие-то недостатки на коже. Вот если уж мы перешли на тональный крем, пойдем дальше. Да, вы не только косметолог, но еще и визажист. Что весной, этой весной, может быть, конкретно в тренде, что сейчас модно, как должны выглядеть наши глаза, губы? Весной всегда модно ярко, но ярко – это не значит вульгарно. Должно всегда как-то быть сочетание. Если девушка или женщина, которая хочет выглядеть красиво, но пока еще не понимает, как это бывает, она может обратиться к визажисту, прийти или сделать профессиональный макияж, или прийти на консультацию и узнать, что ей делать дома. Если она хочет ежедневно, с утра встать и уже быть красивой. Естественно, для весельнего настроения, вот я тоже сегодня пришла в ярком платье, это обязательный атрибут для того, чтобы поднять себе настроение окружающим, естественно, нужно одеваться в яркие оттенки. Потому что даже психологи говорят, что если женщина выбирает яркие оттенки, значит, у нее все в порядке. Естественно, когда у вас все в порядке, окружающие это видят, им тоже приятно на вас смотреть. Если женщина одевается в какие-то темные оттенки, то, соответственно, что-то там есть не то. Так, вы сейчас меня просто… Ну, там проскакивают белые, да? Да. Вот, поэтому, конечно, настроение должно создавать цвет, должно создавать макияж, который вы наносите, и какие-то невульгарные оттенки обязательно должны у вас присутствовать. Угу, но все-таки, наверное, тоже с яркими цветами, например, в макияже тоже не перебарщи и декламные, да? Все должно сочетаться, да. Если у вас в одежде какие-то присутствуют теплые оттенки, то несколько теплых оттенков вы можете в макияже, допустим, тоже сочетать. Желтый сочетается с фиолетовым, если вы хотите быть в весеннем настроении. Ну, с черным сочетается все, что хотите, но если, конечно, это дневной макияж, то можно добавить что-то даже под серые глаза, что-то серо-голубое. Угу. А вот есть все-таки какие-то основные правила, наверное, да? Ну, как говорят, там, либо глаза, либо губы? Сейчас очень актуальный макияж с макияж, но он, как правило, подходит только молодым девушкам, которые идут вечером на дискотеку. Угу. Естественно, если захотят такой макияж какие-то более зрелые дамы, я стараюсь их отговорить от этого. Вот. Поэтому более зрелым дамам я советую всегда, рекомендую какой-то дневной, спокойных тонов, без перламутров, со светлой помадой. Это подчеркнет солидность их возраста и не прибавит количества лет. Угу. Красная помада. Ну, как? Актуальна, нет? Красная помада, ну, для меня лично она такая очень жесткая, потому что она очень сильно меняет внешность женщины. Если она не привыкла носить красный цвет помады, она себя может не узнать так же, как и ее окружение. Поэтому, ну, вот в моем понятии красная помада – это всегда, когда женщина хочет кому-то что-то доказать, рассказать, такой, скажем так, сделать акцент. Ну, иногда бывает очень хорошо красная помада, под красное платье. В общем, на все нужно иметь свое настроение. Угу. Ирина, вот скажите, пожалуйста, вот вы мне все замечательно очень рассказываете. Вот когда вы работаете, да, на работе, косметолог, визажист, вот к вам приходит человек и, ну, например, когда как к визажисту, да, и говорит, вот я хочу там то-то, то-то, то-то. Вы смотрите и понимаете, что вот, наверное, ему не пойдет. Вы будете отговаривать человек? Конечно. Однозначно, обязательно. Вначале, если я вижу, что у человека не совпадает немножко его желание и мое видение, естественно, я скажу все за и против. И если даже он не согласился, я буду максимально его убеждать в этом. Но еще бывает такое, что у нас есть пробный макияж. Если уж совсем не согласился, то тогда предлагается пробный макияж для того, чтобы человек действительно понял, что как бы то, что он увидел на картинке и принес с подиума в фото модели, на нем это будет в данном случае совсем неуместно. Угу. И еще такой вопрос у меня. А вот от косметики говорят, что нужно периодически отдыхать. То есть если вот я сижу дома или там куда-то в люди особо не выхожу, да, то лучше не краситься. Так ли это? Вы можете не краситься, если вы уехали в отпуск, на солнце. Солнце, воздух и вода, конечно, это лучший отдых и лучшее спасение. Ну, я считаю, что самый минимальный макияж для девушки все-таки кожу одеть. Так же, как мы одеваемся, так одеть кожу. Это достаточно тональный крем и блеск для губ. Что, в принципе, очень часто мои клиентки делают. И когда уже они приходят, и мы с ними делаем профессиональный макияж, первый раз они удивляются. А потом они уже к этому привыкают. Ну что ж, Ирина, спасибо вам огромное за столь увлекательную беседу. С весной вас нашим гостям. Спасибо. Напомню, что в гостях у меня сегодня была Ирина Еремина, косметолог и визажист. Спасибо. Спасибо.